всем огромный большой привет я вас приветствую не знаю уже с какой чашкой кофе обгасала сегодня уже полгорода без кофе жизни нет обгасала та новая хата как после бомбежки это же штукатурила когда еще до конца марта вот взяла вот такую вот красочку фасадную 290 гривен 300 там бабуля ко мне подошла такая бабушка старенькая поможите учебный будь у меня была была десятка давай десятку думаю боже старенькая но там всегда она ходит там на рынке я уже знаю и она мирное время и сейчас ходит ходят постоянно посмотрите какая погодка вы посмотрите какая шикарню чая погодка сейчас тоже еще отвезу людмилку по мою машину потому что машина она страшно грязная это дождь как у был я что хочу вам показать ребята посмотрите какая красота вы только посмотрите как они красиво распустились боже это просто вот это вот весна вот это вот весна розочки ожили ожили я их пообрезала было ранее весной хорошо красотища так девчонки садовны садовны ци мои кухани мои девчатка вот этот вот за за каулю лусиус гибискус короче девочки что с ним делать все он пропал смотрите сухие сухие ветки вообще сухие что мне с ним надо сделать или еще рано вот пожалуйста ответьте мне на этот вопрос невозможно тут снимать потому что техника за техникой техника за техникой идет и все эта техника как она меня раздражает вчера целый день не было интернетом вообще не было и все на огороде там управлялись короче столько дел делали знаете как если все показывать меня радует что редисочка вот будет редисочка будет она выходит она выходит так еще что я хотела девчонки вас просить я вот думаю то что мы розы с людочкой садили может не выкопать то вернуть вы знаете даже не в деньгах дело в удовольствие где же это будет удовольствие но это вообще сейчас я я купила у нее четыре штуки а отдельную пятую купила у мужчины сейчас я хочу вам показать ой малинка как хорошо пошла малинка прелесть малинка просто просто я кофточки в такой так сейчас девочки переверну камеру покажу ну вот смотрите будет дело или не будет вот сегодня на пятый день сидит земле так что-то мне кажется вообще да ничего не будет мертво мертво вот то что у мужчины отдельный куст покупала он сразу видно гляньте видите короче не будет дела да ну вот какой то пустила маленький одна пустила это же дожди какие шли ну вот еще одна вроде бы когда дает я вот это вот тоже дает о себе знать так раз два дает о себе знать маленькие а вот это вот вообще смотрите сидит глухо просто глухо лизанчик степашечка золотенький вы мои он лилии попринимались то будет дело красная смородинка вот у меня так вот это вот тоже непонятно короче по я подожду еще эту теплую неделю а там будет видно что она будет потому что у меня это ну не очень и знаете как ну кто меня смотрит вы знаете я вообще к людям на отношусь доверять я она говорит какие вам его знаете девушка говорю у меня уже езду морозы я знаю что продаю допустим желтые они получаются красные или как я покупала черные получились желтые правда правда я говорю на свой вкус так что принялись и что порадовали да да я вам там по называла название и такие такие да ну что-то как-то я сомневаюсь что она что-то будет понимаете прям как-то сомневаюсь и вот же хата как после как после бомбежки вот сейчас все сейчас я приеду вот тут вот тут внутри все покрашу вот тут внутри все покрашу и летнюю кухню снаружи а потом буду продолжать уже когда какие-то деньги будут чтобы что его покупать дороговато окраска конечно хорошо когда после праздников еды валом еды полно кушаешь кушаешь так девчонки вы там не писали по поводу значит хочу ответить на вопросы андрюшки не было моего брата на пасху он не приезжал мы с ним созванивались созванивались были на телефоне они поехали где-то там дальнее село корички сестре сестра родная они поехали в гости давно не были назарчик же сыночек их не в болгарии говорит сестру не говорит сестру не говорит вот сейчас потеплела я говорю ты что в 9 мая никуда когти не проверить то я знаю так что буду ждать его девятого мая себе в гости если ничего здесь не случится потому что ну друзья я не буду вам говорить про о новостях да не буду говорить о новостях потому что ну все в подвешенном состоянии все в подвешенном состоянии от todavia повторяюсь это у меня привычка да одно и то слово повторять потому что я не знаю но я не знаю что сказать когда я не знаю что сказать и начина요 повторять одно и то же по 100 раз но есть такой недостаток�도 делать со светочкой с andrayn чуть-чуть посидели попили пивка лента кстати это вино очень вот я не выкидываю не выкидываю бутылочку недостаток. Ну, что я могу сделать? Тут со Светочкой и с Андреем чуть-чуть посидели. Попили пивка. Винца. Кстати, вот это вино очень вот я не выкидываю, не выкидываю бутылочку. Вот это вот вино. Очень и очень значит, Изабелла Молдавская. Очень мне понравилось. Оно такое полусладкое. Приятно пьется. И вы знаете, что мне понравилось? Я от него не опьянела. Вообще не опьянела. И вот по поводу этого не опьянела, не опьянела, не опьянела. По поводу гибискуса, если кто знает, девочки, что-то он такой сухой-сухой. Может, оно пропало, может, оно перемерзло. Даже не знала. В общем, кто что знает, напишите мне, пожалуйста. Значит, я появилась, да? Так, еще по поводу лица. Там мне писали, что обвислое лицо у меня похудело. Но всегда, когда худеешь, я бы не сказала, что я сильно похудела. Ну, давайте так. Все-таки реально смотреть на вещи. Ну, все-таки уже не 16 или 25. Так что, мне кажется, каким бы коллагеном я не пользовалась, что бы я не делала, в общем, массаж, массажные руки мне на лицо. Маникюр тоже не делала. Потом, знаете, думаю, какой маникюр? Сейчас такое время, и столько работы, и дома, и как-то мне рука не поднимается, и наряжаться, хочется наряжаться, хочется надеть красивое платье, весна, какие-нибудь такие яркие брючки хочется надеть. У меня, тем более, есть всего полно. Ну, девчонки, вы сами все понимаете, да? Ой, посмотрела в телеграме, что же, новости почитала. Ребята, на голову не накладываются. Сильно переживаю. Вот я хочу просто поделиться, переживаю. Очень сильно пишут за заражение воды, могут воду заразить. Ну, это было во всех пабликах пишут, понимаете? И по поводу ядерного удара, химического оружия. В общем, какой-то кошмар. Я не знаю, что делать с водой. Знаете, как мы все говорим всегда шепотом, шепотом. Вот, осторожно, там воду могут отравить, могут это... А это уже пишут. Уже пишут, понимаете? Прям не знаешь, что его, что его... Когда это все закончится? Сегодня уже какой? 61-й или 62-й день войны, да? Боже мой. Как мы первые дни... Вот-вот, сейчас закончится. Вот, сейчас, сейчас закончится. Они сейчас развернутся и уйдут. Они сейчас туда войнут, потому что, ну, не может этого быть. Развернутся они и уйдут. Когда я смотрю, уже и у них бахкает. Да? И у них уже конкретно. В общем, погнала война. Погнала война. И там спрашивают. И у моей мамы, и мне пишут. Нателла не замужем, и дочка не замужем. Неужели никого нет? Почему одни? Девочки. Ну вот. 50 лет, золотой век. Все. Все. Война надолго. Мужчин нет. Будем жить сами. Как сможем. Как сможем, так и будем жить. Иностранцев не хочу. Там мне предлагали тоже и с Европой, и сайты знакомств, и там один мне писал. Не, не хочу. Не хочу. Я хочу своего менталитета. Чтобы борщичку, да с сальцом, да. Ну, чтобы на одной волне быть. Чтобы быть на одной волне. Ну, а там, друзья, посмотрим. Так что, ничему не удивляйтесь. Ничему пишите. Много мне в личном. Ничему не удивляйтесь. Сейчас такое время. Я не одна такая. Баб полно. Одиноких одних. Баб полно. Женщин. Если по-культурнее сказать. Женщин. Которые одни. Которые управляются. Так, что там такое? И делают. Что такое? Задница ей нюхает. Ну, шо там такое? Подошла куке, дала ему хвост, подняла, и прямо задница ему на морду. Не хочу это показывать. Ты, красотка, красунечка, красуня. Жарко уже. Уже жарко, да. Жарко уже. Лиза отвернулась. Красунечки. Красунечки. Ничему удивляться. Совсем ничему удивляться. Тишина на улицах. Раньше едешь, люди на остановках, на работу едут, пробки за пробками. Сегодня, друзья, еду. Пустота! Вторник, да. Пусто. Никого нет. Тишина. Ни на остановках людей, ни маршруток. Понимаете, город вымер. В центре, да. В центре, вот это вот дом держит. Если бы не дом, я не знала, что было бы со мной. Так как, ты знаете, каждый год одно и то же делаешь, делаешь, стараешься. Не знаю. у всех людей панические атаки, все люди ругаются между собой. Тоже шепотом. А людей тоже понять можно, потому что, понимаете, не то, что надоело, а надо же понимать, что будет дальше. Надо же понимать, что будет дальше. он Павлоград херячет, Криворог херячет. Мы вообще в кольце. Вот наш город в кольце. Если нафиг отрубят мосты, то все, нам хана. Нам хана. Но, тем не менее, знаете, день прожил, и то хорошо. Завтра что будет, послезавтра что будет, никто не знает. Надо жить здесь и сейчас, и сегодняшний днем. Иначе никак. Спасибо вам, Западная Украина, и кто пишет, и мне огромное спасибо. С Ивана Франковская мне многие написали. Спасибо вам большое. Я очень, знаете, нравится, что мы украинцы и понимаем. Я вот смотрю, мне не пишет на украинский мой ведь девчатка, да? Все же разумеют. На российский, на украинский мой. Это такой бред, такой бред притеснения русского языка. Ну, на государственном уровне, государственное учреждение, потому что мы страна, мы самостоятельные, у каждой страны должен быть свой язык. Надо вовчать украинскую мову. Вовчаты, балакать на украинской мове, размывляться на украинской мове. Знаете, много бы хотелось бы сказать, но, а зачем? И так все прекрасно понимаем и прекрасно знаем, да? Просто не... Я не могу сказать, что надоело. Очень обидно. Дуже. Дуже. Ладно, мои хорошие, я с вами поздоровалась. надеюсь, буду еще выходить, если что, будет снимать. А что, знаете, когда ничего не происходит, что можно снимать? День сурка каждый день. Ладно, всем тишины. Всем тишины и до встречи, моя хорошая. До встречи, мои родненькие. До встречи. Какой-то цикласс.